Сегодня в этом зале собрались самые достойные студенты, которые не только хорошо учатся, занимаются научными исследованиями, но и принимают активное участие в спортивной, культурно-массовой и общественной жизни. Открывая торжественную церемонию награждения, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что студенческие годы это лучшее время для новых открытий, а также поиска нужной дороги и верных друзей. В стенах университета наши студенты знакомятся друг с другом, выявляются ранее, может быть, не проявившиеся стороны их таланта, и здесь на сцене вы выкладываетесь по полной. Ежегодно конкурс «Студент года КФУ» становится одним из самых главных событий университета в преддверии Нового года. На суд жюри конкурса направляется невообразимое количество портфолио, демонстрирующих достижения студентов, а также общественных организаций и объединений. По смене в концертном зале то наступала волнующая тишина перед оглашением результатов, то звучали нескончаемые аплодисменты в адрес творческих коллективов, выступающих на сцене. За три часа церемонии в девяти блоках были названы победители и лауреаты в 23 номинациях. Особое внимание было уделено преподавателям. Ректор КФУ выразил слова глубочайшей благодарности профессионалам своего дела. Каждый из них еще и воспитатель, причем воспитатель с большой буквой. Получить признание собственных учеников – это, наверное, самое сложное. Для нас очень большая честь получать сегодня эту награду, потому что вы все сидящие здесь в зале, дорогие наши студенты, вы наши работодатели. Победителем самой главной номинации стал магистрант Института международных отношений КФУ Денис Давыдов. Буквально два дня назад он также стал абсолютным победителем и обладателем гран-при Российской национальной премии «Студент года-2021». Эта победа, в первую очередь, победа всего университета и всех студентов. Я лишь стал просто олицетворением этой победы внутри университета и внутри нашей страны. Все лауреаты получили памятные дипломы, традиционные шарфы студента года КФУ и цветы. А победителям досталась долгожданная статуэтка, которая еще долго будет напоминать им о замечательном достижении. Надежда Мещерякова, Универньюз.